И сегодня же по всему миру зажигаются тысячи восьмисвечников. У иудеев наступил праздник Хануки, корни которого уходят к 165 году до н.э., когда воины Израиля победили греков и изгнали их из святой земли. Согласно легенде, победители, вступившие в главный храм Иерусалима, обнаружили там кувшин с маслом для светильника. Он должен был гореть всего один день, но в итоге не угасал целых восемь. К празднику, поэтому все готовят в обильном количестве масла. Особенного угощения на столе традиционные сладкие пончики. Репортаж Григорий Бадо. На смену французским круассанам в дни Хануки в этой пекарни приходят пончики. Традиционные для праздника сувганиот, а именно так их называют в Израиле, столетиями выпекали одинаковыми. Но сегодня местные кондитеры соревнуются друг с другом в ассортименте. Тут и шоколад, и заварной крем, и варенье. Во время ханукальной недели мы производим по 15 тысяч пончиков в день, а всего за 8 дней около 100 тысяч. Это настоящий пончиковый бум, который длится всего неделю. Так что, что называется, лови момент. Кто не успел заработать, тот опоздал. Одним из последних кулинарных изобретений стал пончик нежаренный, как положено по традиции, опеченный, с минимальным количеством масла. В первый день Хануки пекарный цех пончиков не останавливается ни на минуту. Идея в том, чтобы на прилавке всегда были горячие подносы. Ведь пончик, пожалуй, самый нестойкий продукт. Остыв он в течение пары часов, теряет товарный вид. Масло, которое почти 2000 лет назад горело в храмовых светильниках, вместо одного дня 8, сегодня только символ. Богословы напоминают, что Ханука – это праздник чуда и победы. Дни, когда нельзя оскорбить. Праздник говорит о том, что нужно торопиться. Возможности в жизни открыты не всегда, и поэтому нужно, что называется, ловить момент. Если не сделаешь что-то сегодня, завтра будет уже невозможно. На протяжении всех 8 дней праздника принято зажигать свечи в специальном светильнике – ханукие – из 8 рожков в память о чуде, произошедшем в дни Хануки. По преданию, когда воины Маковеи победили греков и вновь осветили Иерусалимский храм, священного масла в светильниках хватило вместо одного дня на целых 8. Мардыхай Урим – кузнец и слесарь. Семейное дело по производству светильников передается от отца к сыну с прошлого века. Ханукия – это восьмисвечник, символ, который есть только у евреев. За свою жизнь я изготовил тысячи таких светильников из железа, дерева, серебра. И клиенты приходят ко мне самые разные, богатые и не очень, но все хотят сделать подарок своим близким. По обычаю, в ночь на четвертый или пятый день Хануки родители дарят детям ханукальные деньги, которые разрешают использовать по своему усмотрению. Однако часть из полученной суммы по строгой традиции следует обязательно отдать на благотворительность. Григорий Бадо, Борис Беленкин, Сергей Ауслендер, Ближневосточное бюро РТВА, Израиль.